Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей. О событиях среды 18 сентября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Агабешия. Бесплатно и с помощью мобильных пунктов. Край планирует привить от гриппа 3 миллиона человек, оборудование которое позволяет экономить. Сочинские котельные готовятся к зиме, попутно погашая долги. В Сочи объявлен субботник. Он пройдет 21 сентября в честь Всемирного дня чистоты. В гору на роликах и с палками в руках. Финал Кубка России по лыжероллерам стартовал в Сочи. В Сочи во дворе частного дома нашли мину времен Великой Отечественной. Снаряд обнаружили в Адлере при проведении земляных работ. На место была направлена группа разминирования. Взрывотехники ОМОН определили, что это 120-мм осколочно-фугасная минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас поместили в специальный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили. Откуда взялся огонь, который уничтожил целую улицу в станице Тамань, рассказали на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провел первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеенко в Краснодаре. Предварительная причина пожара в степи Тамани, который произошел 9 сентября – неосторожность организации, которая жгла виноградную лозу. И это при том, что на Кубани действует особый противопожарный режим. Из-за засухи и сильного ветра костры до сих пор под строжайшим запретом. Сейчас идет установление степени ответственности. Почему именно когда был введен на территории и действовал особый противопожарный режим, а вот это мероприятие по сжиганию проводилось, и здесь уже будет деяние умышленное или же неосторожное. Пламя распространялось стремительно и перекинулось на дома. Без крыши над головой остались 37 человек. Сейчас они в пункте временного размещения. Ситуацию под личным контролем держит губернатор. В ближайшее время пострадавшим должны будут либо предоставить жилье, либо компенсацию на его приобретение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Рост пожаров, в том числе природных, практически во всех районах. В статистике МЧС 41 муниципалитет из 44. И в большинстве случаев виноваты люди. Наказание тем, кто провоцирует огненные ЧП, в крае необходимо максимально ужесточить, отметил Андрей Алексеенко. В виде предупреждения, замечания, это вообще неприемлемо в принципе. Только наказывать рублем. Мало того, я здесь прошу поработать совместно с нашим надзорным федеральным органом, посмотреть, какие дополнительные меры могут быть на наказание, либо штрафы, применены к физическим лицам, которые нанесли ущерб окружающей среде своими действиями, либо бездействиями. С начала года на Кубани произошло более 9 тысяч пожаров. В них погибли 150 человек, в том числе 4 ребенка. Однако роста смертности по сравнению с тем же периодом 2018 года нет. Вице-губернатор призвал принять все возможные меры, чтобы цифры, за которыми стоят человеческие жизни, не поползли вверх. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Определены самые дефицитные профессии России. В перечень вошли 15 специальностей, в представителях которых остро нуждаются работодатели из разных субъектов федерации. Исследования провели порталы Headhunter и Работа.ру в сотрудничестве с Российским Союзом Сельской Молодежи. Самой востребованной и редкой квалификацией на рынке труда стало управление спецтехникой. Машинистов автокрана и экскаватора не хватает во всех федеральных округах. На втором месте – специалисты по автоматизации учета и управления предприятием. Также в первую пятерку вошли и фасовщик, врач и сварщик. Недостаточно также таких специалистов, как слесарь, маляр, токарь и специалист швейного цеха. Проблемы села подчеркивает попадание в список агрономов и зоотехников. В Краснодарском крае, согласно результатам исследования, есть потребность во всех перечисленных работниках. Депутаты Госдумы предлагают Министерству труда регулярно выпускать перечень востребованных рабочих профессий и разработать на уровне правительства меры по поддержке тех, кто готов им обучаться. В Сочи пройдет ярмарка вакансий. Краевую ярмарку «Планета ресурсов» в Центр занятости населения проведет в разных районах курорта с 19 по 24 сентября. Цель – установить прямой контакт между соискателями и работодателями. О своем участии уже заявили более 60 предприятий города, а также учебные заведения. Ярмарки вакансий будут включать в себя семинары, круглые столы, тренинги, профориентационное тестирование, консультационные площадки. Сочинцы узнают о возможности бесплатного профессионального обучения и дополнительного профобразования для женщин в декретном отпуске и для граждан предпенсионного возраста. Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации по вопросам трудовых отношений и нормам трудового законодательства. График проведения ярмарок вакансий можно уточнить также на интерактивном портале службы труда и занятости населения Краевого министерства труда и соцразвития kubzan.ru либо по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 75 07. Все предлагаемые на ярмарках вакансий услуги бесплатные, вход для посетителей свободный. 100 тысяч за победу. Глава региона встретился с победителями и призерами мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Вениамин Кондратьев сообщил ребятам, что их поощрят губернаторской премией. Впрочем, для них деньги не на первом месте. Бесценный опыт, возможность пообщаться с коллегами из 56 стран мира и проверить себя на прочность. Строители, парикмахеры, дизайнеры, автослесари, инженеры робототехники, специалисты по электронике и программисты интернета вещей, которые уже готовят очередную техническую революцию. Преподаватели шутят о нем, как Лавоносов пришел пешком, но с тубусом полным электроники. Этого выпускника Краснодарской школы в колледже приборостроения ждали с нетерпением. Еще бы, Игорь Катюба уже в 4 года собрал радиоприемник. С деталями и инструментами помогал отец, тоже выпускник тогда еще ЗИПовского техникума. Паять, крутить и соединять Игорь не просто умеет, но еще и делает это с удовольствием. Говорит, в таком деле главное упорство и выдержка, ведь на некоторые виды работ уходят часы. Интерес с энтузиазмом и перфекционизмом вот такой вперемешку идет. И раз такая проблема возникает, что ты не можешь успокоиться, пока не доведешь устройство до совершенства. Терпение и труд помогли добиться успехов. Три года учебы в колледже, полгода тренировок и вот в его руках приглашение на мировой чемпионат. Огромная ответственность студента не испугала. Нервничать просто не было времени. Да и все действия отработали до автоматизма. Самый такой простой пример – массовая пайка. То есть надо спаять как можно больше компонентов. То есть у тебя реально там за раз могли, ну у меня так было тоже, а за раз я там спаял ну и 400 компонентов. Это так было, разминочка. В составе российской команды кубанский Кулибин отправился в августе в Казань на мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Он и еще 72 школьника и студента соревновались с сильнейшими сборными 63-х государств мира. Привет! Салам! Хэллоу и добро пожаловать! Кубанские спортсмены участвуют в движении с первого года его проведения в России. В 2017 году Краснодар принимал федеральное первенство. Именно на нем стали известны имена молодых профессионалов, которые вошли в сборную страны. Сегодня лучшие из них на приеме у губернатора. За круглым столом в неформальной беседе говорят о будущем рабочих профессий и о том, как из аудитории и лаборатории прийти к профессиональным успехам и найти достойного работодателя. Очень важно, наверное, не только в системе профтехобразования, в системе высшего образования не учить вас конкретному ремеслу с точки зрения, допустим, там, больших серьезных дисциплин. Не натаскивать вас на один станок, либо на какую-то линию. Не натаскивать. Потому что пока вы закончите, или через года три, это точно линия уже, либо станок устареют. Устареют. У вас нужно научить мыслить. Мыслить, даже когда этот станок, либо линия устарела, вы, люди мыслящие, уже найдете новый способ подхода к новому станку, либо к новой линии. А я всегда говорю, очень важно так научить мыслить, чтобы вы могли принимать решения даже в условиях полной неопределенности. А если уж говорить про развитие научно-технического прогресса, друзья, безусловно, важно же об этом всем, чтобы мы понимали, что человек и человечество не должны потерять свою идентичность, чтобы люди оставались людьми. Поэтому надо всегда об этом задумываться. Как сохранить нашу культуру, нашу нравственность, наши традиции. А если мы потеряем, зачем нам нужен этот научно-технический прогресс? Ребята из Краснодарского края взяли призовые места в пяти направлениях. Холодильная техника и системы кондиционирования, интернет-вещей, инженерия космических систем, электроника, мобильная робототехника. Отличились и школьники. Артем Хасравьян и Роман Суайманов из Новороссийской первой гимназии быстрее других оживили роботов. Старшеклассники видят секрет успеха не только в таланте и кропотливом труде, но и колоссальной поддержке. В нашей компетенции были команды с разных стран. У нас были сильные соперники, но благодаря тому, что с нами работало очень большое количество людей, это и наши учителя, и наш директор, вся школа. Также мы чувствовали, что за нашими плечами стоит Краснодарский край, вся Россия просто, все за нас болеют. Перед нами стояла задача взять золотую медаль, мы выполнили эту задачу. Россия, безусловно, болела за сборную России, а вот твоя гимназия и Краснодарский край болели непосредственно за вас, поверь. Потому что это ваша малая родина. И ты правильно говоришь, что как бы ни было, но вот малая родина, она тоже достойна того, чтобы талантливые молодые ребята здесь делали и медицину, и образование, и отрасли промышленности любые. И вы должны в них вдохнуть новый скачок развития, то есть дать новые технологии, механизмы, которые позволят, безусловно, нашим отраслям экономики еще сильнее развиваться. И, естественно, мы будем еще богаче, я имею в виду и Новороссийский, и весь наш край в целом. Потому что только вы на это способны, вы, которые мыслите по-другому, которые понимают, что нужно в рамках сегодняшнего развития в целом и страны, и экономики, и подходов современных. О помощи талантам говорят и наставники. Мощная материально-техническая база в колледжах края соответствует мировым стандартам. Таким выпускникам работодатель уже не скажет хрестоматийную фразу «забудьте все, чем у вас учили раньше». Оснащение колледжей сейчас, допустим, в нашем городе даже посмотреть, современным языком будем говорить, круче, чем на многих предприятиях ведущих. На сегодняшний день мы можем подготовить всех желающих так, чтобы они без работы не остались завтра. Делегации из 63 стран мира, шествия под гол-трибун на открытии десятки флагов, волонтеры и радостные лица. Чемпионат рабочих профессий иногда даже называют Олимпиадой рабочих рук. Для всего Краснодарского края это серьезное достижение. В составе сборной России представители всего 25 регионов страны. То, что Краснодарский край отобрался на чемпионат мира, это тоже для нас знаковая ситуация. И в последнее время мы здорово пересмотрели подходы к системе профессионального образования. И сегодня выбор за самими школьниками, потому что у нас больше половины девятиклассников выбирают для себя рабочие профессии. В этом году на чемпионате соревновались более чем в 50 так называемых компетенциях. Диапазон от привычных плиточников, слесарей, плотников до современных инженеров робототехники, специалистов по электронике и совсем необычных программистов виртуальной реальности, например, или биотехнологов. Одна из таких компетенций будущего – интернет вещей. Сразу и не поймешь, чем они полезны. Но, возможно, через каких-нибудь 10 лет именно они будут кормить население страны и даже мира. На базе нашего колледжа мы хотим уже спроектировать теплицу, которая будет сама за собой следить. И мы просто будем отслеживать это через приложение. Почему бы нет? Глядя на таких технологов, понимаешь, будущее уже наступило. Губернатор замечает, что в погоне за технологиями главное не упустить человечность и идентичность. Нам же не нужны разработки ради разработок. Нам нужно их внедрять. Поэтому нам нужно убедить бизнес в том, чтобы он купил отчасти и разработки, и тех, если уж по-честному, кто умеет эти разработки создавать. И их надо тоже готовить к тому, что они должны уметь себя позиционировать на этом рынке, на полярном разном рынке, на рынке конкуренции сумасшедшей. Ну а мы здесь, конечно, должны помочь им не потеряться в дальнейшей профессии. Они должны на самом деле быть востребованными. И насколько они будут востребованы, коллеги, зависит от нас. Мы здесь, конечно, должны как никогда обеспечивать ту платформу, ту площадку, где бизнес и такие талантливые ребята, они должны встречаться и находить друг друга. Чтобы они продолжили отчасти уже свой победоносный путь, но уже по жизненной дороге. Дополнительный стимул решили придать и краевые власти. На встрече Вениамин Кондратьев сообщил, что победители получат губернаторскую премию в 100 тысяч рублей. Призеры и наставники по 50 тысяч. Ведь талантам надо помогать. Рабочий день главы Кубани сегодня прошел в Москве, в столице. У Вениамина Кондратьева состоялся ряд важных и деловых встреч, одна из которых с первым заместителем председателя правительства России Антоном Силуановым. В ходе совещания губернатор рассказал, что финансовое исполнение национальных проектов превысило 50%. Краснодарский край активно участвует в реализации поставленных задач президентом. Общая сумма финансирования региональных программ, их 48, в этом году составляет около 24 миллиардов рублей. На сегодняшний день их исполнение превысило 12 миллиардов. Так, в край на два месяца раньше срока завершили основные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Краснодаре, Сочи и Новороссийске привели в порядок более 240 километров автомагистралей. На реализацию проекта только в этом году было направлено около 4 миллиардов рублей. На Кубани планируют привить от гриппа 3 миллиона человек. Об этом заявил журналистом глава Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, кампания по вакцинации уже стартовала. Профилактические мероприятия проводятся заранее, чтобы успеть к началу сезона простуд. К 15 ноября медики собираются привить более 54% жителей. Около 900 тысяч вакцин рассчитано на детей. В этом году привиться можно не только в поликлинике. Впервые для удобства жителей в Краснодаре работают мобильные пункты вакцинации. В них привиться можно бесплатно по паспорту. Дополнительно будет организована вакцинация работников торговли, общественного питания, агропредприятий. Уже несколько лет наш регион входит в число лидеров по масштабам вакцинации от гриппа. Только в прошлом году прививку сделали более 2,5 миллионов человек. Благодаря этому заболеваемость отмечена в несколько раз ниже эпид-порога. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Сочинские котельные готовы к отопительному сезону на 83%. И это самые главные 83%, от которых зависит бесперебойная работа. На ремонт Сочи теплоэнерго в этом году потратит 80 миллионов рублей. Готовность Сочи к зиме нашей съемочной группе сегодня продемонстрировали на примере самой крупной 14-й котельной. Котельная номер 14 обеспечивает теплом и горячей водой жителей сразу трех микрорайонов города. Это Макаренко, Ареда и часть центра Сочи. Раньше обрывы и сложности с поставкой тепла здесь были делом привычным. Теперь, уверяют специалисты, подобные проблемы позади, как и в целом на всех 75 котельных теплоэнерго. Теперь каждая зона имеет свой гидравлический режим, свое теплообменное оборудование, насосное оборудование. В частности, если будет происходить какая-то неполадка на тепловой сети, то есть не придется отключать полностью котельную или районы. Была замена, была установка нового современного энергосберегающего оборудования для того, чтобы сэкономить. Потому что новое современное оборудование менее энергоемкое, поэтому снижено потребление, как электроэнергии, также за счет этого ушло снижение и воды, и газа. Отопление – одна из самых дорогих услуг в Сочи. Снижение издержек и, как следствие, уменьшение тарифа сейчас это приоритетная задача. Мероприятия по энергосбережению позволили предприятию не только погашать старые долги, но и снизить нагрузку на потребителей по ряду услуг. На 20% снижен норматив на отопление, дважды понижалась стоимость кубометра горячей воды. Установлен блочный турбогенератор, это Калужский завод турбинового оборудования. Мощность у турбины 750 кВт, то есть вырабатывает электроэнергию. Мы электроэнергию не покупаем у электросетей, а вырабатываем на собственные нужды собственную электроэнергию, которая покрывает летом 100% работы всего оборудования. Я думаю, что если экономика котельной в плюсе, то это отразится, естественно, и на жителях нашего города. За последние три года на котельных в Сочи произошла самая масштабная модернизация. Насосное, теплообменное и котловое оборудование уже прошло все регламентные работы. К началу отопительного сезона будет заменено 15 километров ветхих трубопроводов. Теплосети гарантируют стабильную поставку тепла и горячей воды в дома сочинцев. Осталось дождаться пуска котельных, который по традиции запланирован на 15 ноября. Ольга Десятого, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Председатели сочинских ТОСов войдут в районы и общественные советы. Их создадут в каждом из четырех районов курорта. Сегодня с теми, кто не понаслышке знает о проблемах своих сел и улиц, встретился глава города Алексей Копайгородский. «Вы самые главные помощники и опора всех органов власти». Такими словами начал встречу Алексей Копайгородский с председателями территориальных органов самоуправления. Эти активные жители районов первыми выслушивают жалобы соседей. Председатели ТОСов рассказали главе города о проблемах. Больше всего вопросов в селах. Нет канализации, где-то и водоснабжение. Иных не устраивают дороги, переполнены классы в школах. Но самый острый вопрос – газификация. «У нас газификация практически нормальная. Но есть улица, улица весь Украинки, где давно, лет 20, что-то им обещают. Проект уже есть, уже все вроде вот-вот-вот, но они уже так устали, они так нас напрягают. Приходят на прием и говорят, ну когда же. Вот хотелось бы, чтобы это случилось». Оперативно решать проблемы на местах можно только в тесном взаимодействии с городскими властями. Поэтому ТОСы войдут в общественные советы, которые по инициативе мэра будут созданы во всех четырех районах курорта. «Все вопросы, которые вы задаете, страшных абсолютно никаких нет. Свет, вода, газ – есть программы, краевые программы, в которые нужно вступать и на плавном, постоянном режиме все эти моменты выполнять. И как раз вы, находясь в районных советах у себя в районах, будете говорить и составлять правильную дорожную карту той проблематике, которая нужна вам же. И для нас важно создать эту систему. Вы будете наблюдать, как эта работа выполняется. И если эта работа не выполняется, или видите, что там кто-то затягивает, резину тянет, так называемую, значит, сразу же обратная связь на глав районов. И они уже в своем режиме, в своих полномочиях, в своих должностных обязанностях, у них есть полномочия спрашивать с того человека, которому они доверяют определенной работе. Есть еще другие контролирующие организации, наши правоохранители, которые также будут надзирать за теми моментами, которые они выполняют. Вот и все. Простой государственный механизм, о котором вы все прекрасно знаете. Наша задача его скорректировать, и чтобы он сделал правильный конечный результат положительный. Все вопросы, озвученные на встрече, заверил глава курорта, будут взяты под контроль. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи объявлен субботник. Он пройдет 21 сентября с 11 до 12 часов и приурочен он ко Всемирному дню чистоты. Организаторами экологической акции выступили активисты общественного движения «Прекрасный зеленый Сочи». Они приглашают всех желающих жителей и гостей курорта присоединиться к мероприятию. Неравнодушным гражданам предлагают вооружиться инвентарем, мусорными пакетами, перчатками и уделить всего один час своего времени для наведения порядка на улицах. Субботник пройдет в разных микрорайонах Сочи. В каждом из них для удобства участников будут работать кураторы. Все вопросы можно задать активистам по телефонам. Их вы видите на экране. Желающие стать кураторами и организовать субботник в своих микрорайонах могут обратиться к организаторам по телефону плюс семь девятьсот восемнадцать четыреста один двадцать четыре семьдесят пять. Сочи в рейтинге лучших городов для новогоднего отдыха обошел родину Деда Мороза. Таковы итоги онлайн-исследования, которое провел портал Турстат. Предлагалось ответить на вопрос, в каком городе или на каком курорте России вы хотели бы провести новогодние праздники. Зимние каникулы с 1 по 8 января 22% туристов хотели бы провести в Москве, в Сибири и на Байкале по 15%, в Санкт-Петербурге – 14%, в Сочи и в Красной Поляне – 12%. Замыкает пятерку лидеров Казань за столицу Татарстана проголосовало 7% опрошенных. В этом рейтинге Сочи опередил нынешнюю новогоднюю столицу Рязань и родину Деда Мороза – Великий Устюг. За оба эти города проголосовали лишь 4% опрошенных. Финал Кубка России по лыжи-роллерам стартовал в Сочи. Соревнования продлятся по 22 сентября. Из-за этого временно может быть перекрыта дорога к башне на горе Ахун. О первом дне соревнований расскажет Татьяна Говоркова. В этом году Кубок России по лыжи-роллерам состоит из пяти этапов. В Сочи финальные соревнования и одни из самых тяжелых. Три гонки в гору – настоящее испытание для спортсменов. В основном такие соревнования проходят в Италии, Швеции или Норвегии. В России Сочи – единственный город, который подходит для проведения горного этапа. Марафон здесь проводили ежегодно. В том году, позапрошлый год, 45 километров, Меретинская долина, туда в Розахутор. Так что Сочи является для проведения этих соревнований одним из самых лучших. Я считаю, что здесь можно и отдохнуть, и посоревноваться. И в сентябре месяце, когда температурный диапазон очень прекрасен. За призовые места в общем зачете Кубка поборются более 150 спортсменов из разных регионов страны. Ксения Конохова – одна из лидеров по результатам четырех этапов. И, конечно, на эти старты возлагает большие надежды. У лыжи-роллеров, помимо собственной подготовки, большое значение. Имеет и правильный выбор роллеров. Обычно для подъема в гору используют трехколесные. Но Ксения, как, впрочем, и большинство участников, предпочла скоростные. В соревновательном процессе мы используем скоростные лыжи-роллеры. Иногда в последнее время стали проходить на тренировочных тугих, но по скорости заметно отличаются, как, ну, я не знаю, Феррари от Жигулей по скорости. Также есть еще для прохода в гору, когда очень крутые, мало равнинных частей на этой горе, используют трехколесные для более сильной устойчивости. Но я не люблю трехколесные, так скажем, кому-то удобно, кому-то нет. И гора такая приятная, что можно и использовать двухколесные роллеры. Сегодня раздельный старт в классическом стиле на 7 километров. Завтра свободное преследование, а в выходные пройдет спринт и масс-старт на 11 километров. По результатам соревнований, которые завершатся 22 сентября, определятся победители. Они войдут в состав сборной команды страны и в следующем году примут участие в международных турнирах. В Сочи пройдет юбилейная серия автомобильных гонок. Очередной этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам Сочи-19 торжественно откроют 21 сентября в 9.30 у главного входа в Зимний театр. В традиционной гонке примут участие 39 экипажей Сочи, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Ростова-на-Дону, Горячего ключа, Туапсе и Абрау-Дюрсо. После старта пилотам предстоит пройти трассу более чем 5,5 километров, финишировав у колеса обозрения на горе Ахун. Более 40 лет в спецучасток Ахун использовался для проведения ралли и подобных соревнований с самого высокого уровня. Сочи-19 – это юбилейная десятая серия горных гонок. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях и в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.